Сегодня у нас вторая лекция по ацетиленам и по количеству синтетических возможностей использования ацетиленов. Я бы сказал, это ключевая лекция сегодня. В прошлый раз мы остановились на ацетиленидах и замене металла при тройной связи, при атоме углерода тройной связи на атом углерода. Я сказал, что лучше всего замену металла делать с первичными алкогологенидами, причем йодиды лучше, чем бромиды. Все понятно, да? Со вторичными хуже, с третичными вообще не идет. Почему не идет, это у нас мы в теме нуклеофильное замещение рассмотрим. Но еще мы упомянули такую реакцию Стефенса Кастро, и вы ее даже успели записать, а вот про реакцию Санагаширы мы поговорить не успели. Значит, реакция Санагаширы – это очень удобный метод замещения водорода при тройной связи на арильную группу. Лучше всего арил-юдид, но иногда можно брать и арил-бромиды. И получается Р-С-С-арил. Все, значит, давайте я вам напомню. Вот так и напишите, напоминание. В школе, наверное, вам говорили, что если взять хлор-бензол, то, чтобы заместить хлор на гидроксил и получить фенол, нужно нагреть это все до 300 градусов, и еще давление сделать атмосфер 300. Ну, очень жесткие условия, безумно жесткие условия. Они говорят, что галоген при СП2-углероде обладает очень низкой подвижностью. Еще один пример, который в школе вам не давали, но, тем не менее, он будет нам полезен. Если взять и попытаться сделать с хлор-бензолом что-то вроде реакции Вюртса, но для этого взять не натрий-органическое соединение, которое получить безумно трудно, и только все ин-ситу можно реакцию Вюртса провести, а, например, литий-органическое соединение. Литий-органическое соединение – это очень активный нуклеофил, то есть активная частица, имеющая отрицательный заряд, частично отрицательный заряд на углероде, дельта-минус, да, и попытаться сделать замещение. Так вот, замещения не будет. Перечеркиваем эту стрелочку, такой продукт не получается, даже при действии такого сильного активного реагента, как ирлитий. Здесь же, если взять реакцию санагаширы, ну, что меняется? Меняется вот что. Берется в качестве катализатора соединение ноль-валентного палладия. Можно обозначить так вот, палладий в квадратных скобочках – ноль. Ноль может быть внутри, может быть снаружи, это неважно. Берется едит меди, и берется основание, ну, например, 3-этиламин. И реакцию можно провести при температуре 20 градусов Цельсия. Вот это и есть реакция санагаширы. И если бы санагаширы не умер до 2011 года, он бы наверняка получил Нобелевскую премию. Но в 2011 году другие ученые получили Нобелевскую премию за реакцией, катализируемой комплексами переходных металлов. А, найти? Давай сейчас я найду. В чем же здесь дело? А дело в том, что если, когда мы говорили, что невозможно замещение галогена на гидроксил в разумно, в мягких условиях, только очень жесткие условия, и невозможно замещение галогена на R, мы предполагали механизм нуклеофильного замещения. То есть частица с отрицательным или частичным отрицательным зарядом атакует углерод с положительным зарядом. Здесь дельта плюс на этом углероде. На хворю дельта минус, понятно. И вытесняет его. Механизм же реакции Санагаширы, который дает возможность осуществить это превращение, принципиально другой. Значит, у вас вот здесь написан механизм, но написан механизм в сложном виде. Я не уверен, что надо его сейчас вот в этом виде переписать. Тем более, что у вас в этом семестре понятие реакции Санагаширы в билете будет. Вот оно понятие. Что такое реакция Санагаширы? Вот она обязателен поваде, обязательно медь и обязательно основание. Может быть, калий-20О3 тоже годится. Итак, смотрим внимательно на эту картинку. А потом что-то я воспроизведу на доске в упрощенном виде. В чем здесь роль меди? Значит, смотрите. Я говорил, особая роль ацетиленида в меди. Вот реакция Стефенса-Кастера. Значит, купрум-йод плюс ацетилен сначала образуют комплекс. Это кислота Льюиса, это основание Льюиса со своими орбиталями. Образует комплекс при тройной связи. В этом уже комплексе очень легко даже под действием не сильного основания. Три этиламина. Ну, помните, на прошлой лекции я говорил, что чтобы получить ацетиленид, надо взять амид калия, бутиллитий, магниорганический амин. А здесь всего-навсего третий амин. Он отщепляет аж йод и дает ацетиленит меди. И вот этот ацетиленит меди дальше реагирует уже по следующему кругу. Об этом в большом круге. Смотрите, вот это. Вы можете быстро сообразить, какая степень акисления палладия здесь? Ну, кто сообразил руку? Я не буду спрашивать никого. Кто сообразил? Ноль. Правильно? Ноль. А это всего лишь леганды, которые этот ноль валентный палладий поддерживают. И не дают ему слипнуться в палладиевую чернь. Если палладий выпадает в виде черни, это все это не катализатор. Это палладиевая чернь. Очень мелкий там нанопорошок, он уже не работает. Вот к этому палладию ноль валентному присоединяется окислитель на R-йод. R-йод в данном случае, считайте, что это орил-йодит. И здесь смотрите, какая вещь произошла. Здесь на углероде был дельта плюс. Согласны? А здесь уже, когда углерод связан с палладием, на этом углероде дельта минус. Дальше. Йод при палладии в этом комплексе. Здесь уже палладий двух валентин. Согласны? Йод легко замещается на ацетилен при реакции с ацетиленидом меди. И получается вот такой комплекс. R-йод, тоже ацетиленовый, и два леганда. Два леганда, можете спокойно, если схема кажется очень сложной, да не пишите эти леганды. Просто палладий ноль. И вот оказывается, этот комплекс R-2 палладий, по сути дела, он очень нестабилен. И он разрушается. Ну, сначала тут написано изомеризация. Стадия полезная для более глубокого изучения. Здесь транс-комплекс превращается в цис, но это такая деталь, на которую тоже можно не обращать внимания. И этот комплекс разваливается, дает продукт. Вот механизм реакции Санагаширы. И во всех реакциях кросс-сочетания есть три важнейшие стадии. Напишите, три важнейшие стадии в реакциях кросс-сочетания. А это как раз и есть один из вариантов. Чепраков Андрей Владимирович вам расскажет это в марте. Я не знаю, когда у нас получится эти лекции прочитать. И про другие реакции, про реакцию Хека, про которую уже интересовались неоднократно ваши коллеги, товарищи. Итак, первая стадия. Окислительное присоединение. Орил-йод плюс... Вот я его сейчас запишу, эту первую стадию. Окислительное присоединение. Орил-йод плюс палладий ноль. Получается орил-палладий-йод. Здесь был дельта плюс, здесь стал дельта минус. Вторая стадия. Замещение йода на ацетиленовый остаток в данном случае называется периметаллирование. Орил-палладий-йод плюс р-с-с-купрум. Получается орил-палладий-с-с-р. Это д. И третья стадия называется восстановительное элиминирование. Восстановительное элиминирование. Почему восстановительное? Потому что был палладий-2 здесь. Можете написать, что это палладий-2. Здесь палладий-2. Давайте я его обозначу как 1. Чтобы не переписывать формулу. 1 минус палладий-0. Восстановление палладия получается орил-с-с-р. Вот три стадии. Первый раз мы их увидели. Дальше будете с ним встречаться чаще. Один из центральных слайдов. И одна из центральных проблем. Стереоселективное восстановление алкинов. Можете написать стереоселективное гидрирование. Алкинов можете обозначить как всегда. Я вам предлагаю для экономии. Но это дело вкуса. Если взять р-с-с-р-штрих и гидрировать водородом на катализаторе. Катализатор имеется в виду либо металл-платиновые группы. Почти все они могут катализировать. Но лучше всего это платина, рутений, палладий, ну и никель тоже. Нам сейчас не важно какой. То получается на первой стадии аж гидрирования, значит, идет в водородном катализаторе. Это цис-с-гидрирование, да, плюс 42 килокалории на моль выделяется. Ну, я написал плюс 42 килокалории на моль. Это значит дельта аж минус 42 килокалории на моль. Но вы с этим разбираетесь, правда? Если же продолжать гидрирование дальше, то и эта штука прогидрируется. И получится RCH2CH2R' плюс 32 килокалории на моль. То есть эта стадия более экзотермичная. Прямо вот напишите, более экзотермичная стадия. Более экзотермичная стадия. Вот первое. Остановить гидрирование нельзя. И оно дальше уйдет в алкан. Алкан с синтетической точки зрения никакой пользы не представляет. Если его так делать через ацетилены. А вот получить такой цис-алкен, это было бы очень интересно. Только надо было бы как-то остановить реакцию на стадии образования алкена и не дать ей идти дальше. Есть несколько способов. Первый способ. Использовать катализатор линдвара. Катализатор линдвара это павадий, кальций, СО3, плюмбум, О, ацетил вдвое. Свинец на павадий, это яд каталитический. Ну, каталитический яд. Кальций СО3 это носитель, ну, а павадий это павадий, значит. Естественно, способ приготовления должен быть такой, чтобы вы взяли какую-то соль двухвалентную, замесили ее с осадком карбоната, добавили свинец, сколько положено, и потом какой-то восстановитель и павадий осаждается на этом кальций СО3. Второй вариант катализатора отравленного это павадий на баре СО4 на хинолине. С использованием хинолина. Хинолин. Кто знает, что такое хинолин? Ну, молодцы. А, ну, у вас оксихинолин был, правильно? Все, все равно молодцы. Значит, для тех, кто забыл, а после лета много чего забывается, пишу формулу хинолина. А вообще, могу вам еще сказать вещь, не относящуюся к теме лекции, абсолютно. Хинолин прекрасный. Он воняет, правда, мерзко. Вот, таким нафталином, смесь нафталина и амина. Но это прекрасный способ отчистить какую-нибудь перегонную колбу от смолы. Вот вы что-нибудь перегнали, у вас заполимеризовалось, получился такой осадок, ничто не берет, ни хромовая смесь. Это называется козел. Такой получился комок. У технологов называется козел. Вот. Получился такой комок, и ни в чем не растворяется. Так вот, хинолин, как основание, может отмыть, растворить, и иногда мы используем хинолин, как это ни странно звучит, для мытья посуды. Особенно, когда у нас вот такие проблемы были. Так. Итак, катализатор линдвара дает возможность остановить реакцию на стадии цисгидрирования. Давайте мы здесь напишем. Цисгидрирование или сингидрирование всегда, если бы вы учились на биофаке, я бы на этом поставил точку, цисгидрирование и все. Но вам, как химикам, скажу, что, ну, редко бывает так, что прямо на 100% прошло именно цисгидрирование идет где-то на 90-92% цисгидрирование и остается примерно 8-10% все-таки транс, как побочного продукта. Но вы, когда вы будете решать задачи, получать какие-то стереоселективно алкена, цисгидрирование, вас это не волнует 8-10%, вы пишите просто вот ту реакцию ацетилен и добавляете сюда катализатор линдвара и спокойно останавливаете реакцию на этой стадии. В контрольной вы даже можете вот это не расписывать. Это вот вас спросят, на экзамене спросят, на калеками спросят, а на контрольной линдвар там нет такой необходимости. Так, еще что? Использование катализатора, который называется P2 никель. Вот так обозначается и вы его так можете обозначать тоже. Значит, получается катализатор таким образом. никель о ацетил плюс тмеда метил-2Н или тилендиамин. И восстановитель, например, натрий-бор-Аш-4. Гидрид-восстановитель. Получается никель мелкодисперсный, который используется потом в виде тут же нет носителя у нас, да? Тут только есть поддерживающий элегант. Никель ноль. Но вы можете писать смело вот так P2 никель. Значит, этот катализатор дает цис цис гидрирования до 99% цис и 1% транс. Но, опять же, для решения задач эта тонкость вас не волнует. Еще один способ цис гидрирования использования дебал-Аш. Давайте мы здесь поставим 1А. Это все-таки очень похоже, да? А вот дебал-Аш это будет 2. Значит, дебал-Аш это дезобутил алюминий гидрид. Один раз напишу формулу. Все знают, что такое изобутил и что такое изозаместитель. Дезобутил алюминий гидрид. Можете писать дебал-Аш. Значит, вообще про алюминий органические соединения должен сказать так. Я один раз имел дело в жизни всего-навсего, но так складывалось. Алюминий органические соединения на воздухе моментально загораются. Получить их в лаборатории вот это очень большая проблема. Нам просто мы достали готовый. Значит, если взять Р, С, С, Р, дебал-Аш там минус 10 градусов Цельсия инертный растворитель. Инертный растворитель. Что такое инертный растворитель? Ну, например, тетрагидрофуран. Тетрагидрофуран, я, по-моему, писал уже формулу. Кто не знает, честно, поднимите руку, я напишу. Тетрагидрофуран. Все знают. Ну, хорошо. Или там хлористометилен какой-нибудь. CH2, хлор-2. Тоже в данном случае инертный. Значит, первое дебал-Аш и второе этил-О-Аш. Значит, сначала происходит вот как гидробарирование, так же происходит гидроалюминирование. То же самое. Я вот здесь напишу Р, С, С, Р, штрих не писал, не писал, ну и ладно. Там и забутил два алюминий, Аш. И тут же никто это не выделяет, спиртом обрабатывают, алюминий уходит, остается, вместо него приходит водород, получается Р, С, С, Р, Аш, Аш. Чем хорош этот способ? Тем, что дебал-Аш не трогает двойные связи. Дальше с этим не реагирует. Пометьте. дебал-Аш не трогает двойную связь. Так. Можно сделать гидробарирование. Почему нет? Три. ГБ напишем. В данном случае это не госбезопасность, а гидробарирование. Значит, если взять Р, С, С, Р плюс Бор Аш 3, получится жуткая смесь. И этот в данном случае бараны в таком виде не используют. И вам я не советую даже на бумаге это делать. А если взять пространственно затрудненный гидробарирующий агент, например, Ди-Си-Амил-Баран, Ся-2, Бор-Аш, то получится Р, С, С, Р, Аш, С, А, Бор, Бор, С, А, вдвое. И дальше уже известными нам реакциями его можно превратить либо заместить на водород, либо заместить на кислород, либо заместить на галоген. Значит, и так, если взять уксусную кислоту, ацетил-ОАш, никого не смущает написание уксусной кислоты ацетил-ОАш? Никого не смущает. Так, то значит, у нас здесь дельта минус, дельта плюс, протон идет сюда, уходит Бор, получается Р, С, С, Р, А, 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 если я возьму вместо уксусной кислоты ДТР уксусную кислоту, например, в скобках, то я здесь получу ДТР. Ну, ничего удивительного, вы уже такие реакции знаете. Если я возьму не С, А, вдвое Бор, А, а, допустим, С, А, вдвое Бор, Д, в скобках, да, то тогда вы ДТР ведете вот на этой стадии в это положение. Чтобы тут не грязнить это все схема, а то слишком много этих скобок получится, вы просто напишите, можно взять, можно взять стрелочку вот этой, и тогда у вас здесь будет ДТР, вот в этом месте. На бумаге можете взять все, что угодно, такой реагент, я думаю, стоит немереных денег, если его где-то доставать. Ну, химические реактивы дорожают с безумной скоростью, даже тогда, когда был стабилен курс доллара, они все равно дорожали в среднем на 10-15% в год, и это для нас, в общем-то, большая проблема. А уж когда доллар подорожал, то все уже, ну, не то, что все, ну, покупаем все равно, вот, но в два раза меньше. Так, теперь, если подействовать перекисью водорода, H2O2, H2O2, ну, обычно не берут, чисто H2O2 берут, там, в щелочной среде, в какой-нибудь там, натрию H, H2O2, то получится R, C, C, R, H, OH. Ставлю квадратные скобочки, ЕНОО нестабильны, они быстро превращаются в соответствующие карбонильные соединения. Миграцию группы какой-то, ну, в данном случае, протона, часто обозначают вот такой волнистой линией, тильдой. Миграция протона получается R, CH2, C, O, R. Соответственно, если бы у вас здесь был водород, если R равно H, вот этот вот, давайте штрих его обозначу здесь, если штрих равно H, тогда получается альдегид. Альдегид. Проще написать формулу, чем вот, то есть можно альдегиды получать. Ну, и то же самое с галогенами. Если я напишу формулу еще раз, C, CH, BOR, C, A, вдвое. C, A, сиамил, он же кремния не содержит, но когда я пишу C, у меня рука уже автоматически, ага, ну C, ну зачем BOR тогда? приходится все время себя ловить и писать вот BOR, C, A, вдвое. Йод-2, натрию OH или бром-2. Там бывают варианты натрию OH, можно взять метилат натрия, метилу натрия, не важно что, это уже конкретная методика, что им удобнее. Иногда метилат берут, важно, что щелочь. получается R, C, C, R, что мы с йода начали? Йод, йод, давайте все-таки так напишем, правильно, под анкваторией, йод, H. Значит, сохраняется стереохимия, и йод приходит именно туда, где был BOR, и никакой инверсии не происходит. Нет инверсии CC-связи. Нет? Конфигурация сохраняется. Нет инверсии двойной связи в скобках конфигурация сохраняется. Так. Ну и наконец, натрия в жидком аммиаке как способ трансгидрирования. Значит, пока мы к натрию в жидком аммиаке не перешли, хочу обратить ваше внимание. Вот на что. Вот смотрите, я здесь специально писал R, и R старался их не делить на R штрих. Если вы будете присоединять Сиамил-Баран к интернальной, тройной связи интернальной, ну, внутри которой цепи, то у вас выбор невозможно будет сделать там при равных пространственных препятствиях с двух сторон у вас будет допустим пропил, этил там или что-нибудь там у вас будет образовываться смесь двух продуктов, поэтому лучше, если вы ставите какой-то синтетический результат, не рассчитывать, что Бор пойдет именно к какой-то какому-то определенному атому углероду, если это внутренняя была тройная связь. Но если у вас тройная связь была терминальная, вот у вас водород здесь был, тогда у вас, конечно, будет идти присоединение по правилу Морковникова и можно написать бараны присоединяются бараны через О, да? Вот, присоединяются по М большое. Так, если взять Р, С, С, Р плюс натрий с точкой NH3 жидко, жидкий. Ну, соответственно, температура минус 33 градуса как минимум. Поднимите честно руку, кто четко представляет, чем отличается раствор натрия в аммиаке от амидонатрия и что нужно сделать, чтобы из раствора натрия сделать амидонатрия. Кто это четко знает? Ну, маловато. Ну, ничего. Это на экзамене будет плохо. А сейчас я вам скажу. Значит, металлы, например, калий, натрий, растворяются в жидком аммиаке. И калий, например, образует раствор такого темно-голубого цвета, можно сказать, даже синего. Ну, и натрий тоже. При этом не происходит реакции. Это курс неорганической химии. NH3 плюс получается. Говорят, это сальватированный электрон. Электрон сальватируется аммиаком, и натрий плюс там плавает. Натрий плюс плюс электрон. Ну, я никогда не рисовал такой штуки и никогда не видел, но решил вот сальватированный электрон. Значит, слова самые главные, сальватированный электрон. А вот чтобы прошла реакция с образованием аммида натрия, надо добавить катализатор. Катализатором является таким хрестоматийным нитрат трехвалентного железа. Чуть-чуть щепоточку добавляете, и тогда у вас получается натрий NH2 плюс H2 вылетает. Так вот, здесь мы используем не амид натрия, а раствор натрия в NH3 в NH3 жидком. Вот эту разницу надо хорошо себе представлять. если вы в органической химии видите в какой-то реакции свободный металл магний, натрий, калий, то, скорее всего, надо ожидать того, что этот металл будет отдавать либо один электрон, либо два, если это магний, кому-то. Вот здесь так и происходит. натрий отдает свой электрон на тройную связь и получается вот что. Ну, придется мне повторить. Плюс натрий с точкой NH3 получается R C так C R получается частица, смотрите, она приняла электрон, из-за чего одна палочка здесь превратилась, значит, здесь получилась пара тогда, вот если бы не было электрона лишнего, то было бы два электрона на каждом углероде, да, вот электрон пришел от натрия, получилась такая частица, называется анион-радикал, на самом деле вот этот вот значок, как обозначается анион-радикал, здесь я даже поставил, ну, может быть, зря, потому что как масло-масляное сделал, да, тут уже и так все видно, это анион-радикал, это анион-радикал, естественно, он имеет заряд минус, но имеет неспаренный электрон, он реагирует с амиаком, который плавает вокруг в большом количестве и отрывает от него протон, получается, отрывает протон, а вот тут вот я получился натрия-Наш-2, отщепился амид-натрия, натрий плавал отдельно, остался Наш-2-анион, а протон ушел сюда, и это уже чистый радикал, это уже чистый радикал, и этот радикал тоже нестабилен, реагирует со следующим натрием, и отрывает у него еще один электрон, получается Р-С-С-Р, это уже никакой не анеон-радикал, это уже анеон, и этот анеон дальше отрывает от аммиака этот анеон, а тут к нему плавает натрий плюс, он отрывает от аммиака протон, минус натрий этот NH2 отсюда получается Р-С-С-Р-Х-Х трансалкен вы заметили, а может быть не успели сообразить, что я уже вот с этой стадии стал писать вот эти радикалы в положении транс, эти заместители в положении транс, ну может быть не совсем на этой стадии получается, может быть где-то вот на этой стадии получается, но нам такая тонкость ее и трудно определить на какой стадии, вот скорее на этой стадии начинает формироваться трансконфигурация двойной связи, все-таки, хотя пара электронов, если она есть, это тоже вообще-то заместитель, и так, это способ трансгидрирования, прошу, как говорится, любить и жаловать и помнить, ну, вот смотрите, что здесь написано, натрий в жидком аммиаке, интернальные, трансалкены получаются, а почему терминальные не получаются, вот почему я написал интернальные, то есть в середине, почему терминальные-то я не написал, там что будет, кто-нибудь сообразил, ну, кто-нибудь, руку поднимите, почему нельзя сделать терминальный ацетилен натрием в жидком аммиаке, прогидрировать, ну, вы сообразили, вот молодец, но мало, вот смотрите, вопрос-то очень простой, если у вас будет здесь терминальный, то у вас будет просто с натрием в жидком аммиаке, металлирование и ацетилент натрия образовывается в конце концов. И какая разница там гидрирование, цис или транс, если здесь водород, здесь водород, это нам не важно. То есть терминальные ацетилены, ну, совершенно не годятся для этого. И я думаю, что в любом другой ситуации вы бы это сообразили. Но поскольку вы следите вот за тем, что я говорю, что я пишу на доске, еще поглядываете сюда, это как бы не сразу схватываете, да? Это, в общем, ничего уж страшного нет, но это говорит о том, что надо обязательно с материалами лекции, с вашими записями, а я стараюсь говорить медленно, чтобы вы записали, и стараюсь обращать внимание на комментарии, которые надо вот дописать. Вот. С ними надо работать дома. Лучше всего, если вы возьмете, положите дома конспект и рядом учебник, и что-то, ведь я же не могу все рассказать то, что в учебнике, за 45 минут в учебнике будет больше материала. И вот вы смотрите, там дополнительный материал ценный, не ценный, интересный, не интересный. вот. Так. Гидробарирование мы уже рассмотрели. Мы использовали для гидробарирования десиамилбаран, но можно было использовать тексилбаран, можно было использовать 9-ББН. Кто помнит? Я давал формулу 9-ББН? Вот. Кто? Вы не помните? Вот вы, девушка, не помните? Не помните? Ну как? Я же давал. Вот. Водород. Вот 9-ББН. Такой пространство. Ну давал, теперь вспомнили? О. Вспомнили. Ну, я рад тоже, что вспомнили. Так. Теперь следующий вопрос. Если у вас в каком-то соединении будет двойная и тройная связь одновременно, что будет реагировать быстрее? Плюс десиамилбаран. Плюс си, а, луя, бор, аш. Значит, быстрее будет реагировать у вас, конечно, двойная связь, а тройная связь будет намного медленнее. То есть вот те же закономерности, какие были для электрофильного замещения, они применимы. И здесь тоже. Более того, если у вас есть связи, еще раз обращаю внимание, вот двойная связь, двойные связи разные по пространственной доступности, я об этом говорю, я просто повторяю, то быстрее будет реагировать двойная связь, более пространственно доступная, потому что уж очень большой заместитель тут вот около бора, он это дело чувствует. Так. Ну вот смотрите, мы как раз закончили гидробарирование, и у нас перерыв, пять минут. Значит, особая роль от стильнидов медиа, о которой я говорил на прошлой, на этой лекции, она не заканчивается тем, что мы уже знаем, вот реакция Санагаширы, реакция Стефенса Кастро, есть еще реакция Глазера Эглинтона. Полезная реакция для студентов, поскольку используется при составлении всяких задач, и эта реакция полезна еще тем, что вот вы со временем увидите, что мы будем изучать много-много разных реакций в органической химии за целый год, но всего пять или шесть методов, так как считать, относятся к методам образования СС-связи, и тем, кто придумывал новые способы образования СС-связи, обычно давали Нобелевскую премию, но только после того, как Нобелевская премия была учреждена, это 1900 год, первая Нобелевская премия, да, а вот Глазер придумал это раньше, и мы поэтому не дали Нобелевскую премию, я не знаю, сколько он прожил, так же, как Фридель и Крафтс, Фридель и Крафтс, которые открыли реакцию Фриделя Крафтса, которую кто-то знает, кто-то нет, это тоже способ образования СС-связи, они Нобелевскую премию не получили, а вот реакции кросс-сочетания, тоже метод образования СС-связи, реакция Дильса Альдер, и много других, но не много, несколько других, вот за них Нобелевские премии давали. Итак, смотрите, что происходит. Если взять ацетилен, кислород, ну, или окислитель какой-то, можно, скажем, красную кровяную соль взять, например, одновалентную медь, и наши четыре хвор, то из ацетилена можно получить такой диацетилен. Поскольку студенты люди прагматичные, они часто, особенно те, кто на органику не идут, а хотят иметь как можно более высокую оценку, значит, для этого решать задачу, и говорят, зачем нам это нужно. Ну, представьте себе, что можно сделать с этими тройными связями дальше. Например, прогидрировать их ЦИС, можно прогидрировать их ТРАНС, можно присоединить какой-нибудь карбен, дихлор-карбен или CH2, или там карбиноид и так далее. А карбен присоединили, что получилось? Треугольничек, да, циклопропен получился. Его прогидрировали или, в общем, что-то с ним сделали. В общем, вариантов множество. Каков механизм этой реакции? Значит, ну, в варианте Эглинтона используют не купрум-хлор, а двухвалентную медь, а цитата двухвалентной меди, но все равно ключевым агентом является одновалентная медь, а двухвалентная действует как окислитель. для... Вот смотрите, что здесь происходит. Основание. Ну, какая кислотность ацетилена, я вам говорил, там где-то ПК-25 примерно, но все равно основание может давать обратимо немножечко аниона. И вот эта палочка, это означает не йод, не боже мой, это означает пару электронов и минус, это не йод. Дальше, как только образовался анион, он с медью очень охотно дает ацетиленит, и дальше ацетиленит одновалентной меди под действием окислителя, здесь мог бы быть кислород, тоже, окисляется анион, здесь был анион, он окислился в радикал, и двухвалентная медь это делает изящно, получается две ацетата одновалентной меди, а потом эти два радикала демеризуются и образуют вот такой диацетилен. Если кто-то не успел списать отсюда, оставьте место, этот механизм есть в учебнике Реутов Курцбутин, вот, и там можно какие-то детали посмотреть, то, чего я не всегда могу сказать на лекции, какие-то детали. Так, следующая тема, ацетилен, аленовая изомеризация. Ацетилен, аленовая изомеризация. Если взять Р CH2-C-C-H, калий-О-Аш, температуру там градусов 100, 70 градусов Цельсия. Можно взять растворитель инертный, который будет выдерживать такое нагревание. Можно не брать, в принципе, сейчас такие детали не очень интересуют, то в результате на первой стадии получится у вас ален, который дальше может превратиться и дальше превращается в Р С С Р. Терминальный ацетилен превращается в интернальный, тройная связь мигрирует в середину при высокой температуре. Что можно сказать об относительной термодинамической стабильности этого и этого соединения, которое соединение более стабильно? Ну, это, конечно, раз оно при нагревании получается. Почему оно более стабильно? Есть какие-нибудь идеи из предыдущего материала? Кому пришла идея, почему такой ацетилен более стабилен? из какого-то предыдущего материала, о котором я говорил, пол лекции. Вот, слышу, мне подсказывают, уже не могу разобрать, что, но догадываюсь, надеюсь, что мне говорят, более замещенная тройная связь, более термодинамически стабильна, это чистая правда. вот. Вот мы вспомнили это правило. Если, значит, какой механизм этой реакции? Механизм реакции такой. RCH, H, C, CH, при нагревании может происходить отщепление не только вот этого протона, который обладает кисомисовостью, но и вот этого протона в альфа-положении к тройной связи. И тогда у вас будет RCH пара C, CH. Эта пара смещается сюда. Соответственно, эта пара должна сместиться сюда, иначе у углерода не может быть больше 8 электронов. Получается, я это все в квадратных скобках напишу, RCH C, CH, пара. Эта пара хватает откуда-то водород, да хоть тот, который был, OH плюс H, это у нас получится H2O, значит, там сколько-то H2O. Кстати, знаете ли вы, что продажный калий-OH всегда содержит 15% воды? Знаете? А там галерка. Вот натрию H, он 100% чистый, а калий-OH, хоть ты тресни, вы больше 80% не получите, это надо просто знать химику, и все равно он более сильное основание с водой, чем натрию H. А я однажды на этом накололся, как, мне нужно было кисть серебра сделать, ну, я рассчитал все, слил и взял калий-OH. А, смотри, серебра-то у меня получилось мало, я все взял по уравнению, серебра мало, оказывается, у меня недовложение калий-OH было из-за того, что там воды 15%, ну, я добавил серебро, не потерялось. H2O, которое там есть, получается RCH CH2. Дальше что происходит? Опять под действием калий-OH отрывается вот этот протон, пара, которая была здесь, давайте я ее напишу, я могу себе позволить написать это вот так вот. Пара приходит сюда, эта пара приходит сюда, я не буду дописывать, по-моему, очевидно, то же самое происходит, получается RCH3. Единственное, что я не очень хорошо сделал, давайте мы здесь напишем, что вот у нас можно было бы, можно было бы, конечно, а, нет, ну да, CH3 здесь, оно и должно получиться. Из CH получится CH3. так, это называется перегруппировка Фаворского, запишите. Фаворский, русский химик, очень плодовитый химик, жил на рубеже веков 19-20 века, поработал и в Советской России тоже. у нас будет две перегруппировки Фаворского, вот это первое, обязательное, и будет еще такая полуфакультативная перегруппировка Фаворского, и будет еще реакция Фаворского. Так, опять у меня, ага. Так, следующий момент, если в ацетилене есть разветвление, если вы возьмете R-C-H, R-C-C-H, вот здесь разветвление, и будете пытаться сделать перегруппировку Фаворского твердой, 170 градусов Цельсия, то у вас дальше этого разветвления перегруппировка не пойдет, R никогда не отщепится, и здесь получится только олен. R-C-R-C-C-H2. Ну, тоже ничего сложного нет, и так можно было бы догадаться. Так, смотрю, ничего ли я тут ценного не забыл. Да. Смещение тройной связи в терминальное положение зипперреакция. Это международный термин. Зиппер, все знают, что такое? Ну, молния. Зиппер, по-английски. Зипперреакция. Значит, что здесь? Если взять R-C-C-C-H3 и добавить, допустим, реагент, который называется капа или лапа. Ну, на самом деле, капа-лапа это такой сленг. На самом деле, вы сейчас поймете, что лучше бы сказать было лаепа, да? Вот так, лаепа. Но это не звучит. Вот капа-лапа звучит. То у вас получится R-C-H-2-C-C-H-C-H, да? Ну, только вам нужно будет развожить это на первой стадии. Вы берете капу или лапу. А на второй стадии надо будет добавить добавить H-2O, например. Реакция идет в обратную сторону. Почему? Надо сказать тогда, что такое капа. Это калий плюс NH- CH2 втрое NH2. Калий, амид, пропан, диамин. Амид калий из пропан-диамина. Калий, амид, пропан, С3, диамин. Так, никто не заметил. А это, соответственно, будет литиевая соль плюс NH- CH2 вдвое NH2. Ее чаще берут из этилен-диамина, двоечка здесь, да? Поэтому P не очень подходит, но, в принципе, если взять, можно взять и пропан-диамин, можно взять этилен-диамин, это совершенно не принципиально. Вопрос принципиальный вот в чем. Почему? Здесь тройная связь двигается в противоположном направлении, когда только что я сказал, что более термодиамин, это стабильно. Причем, если, кстати, температура этой реакции 20 градусов Цельсия, а время 5 минут, и вот эта тройная связь, она, как это, замочек по молнии движется. Хопа, и вот конец. И закрылась. И вот получилось. А дело вот в чем, что здесь после обработки эквивалентом Капа получается, реакция идет через образование терминального ацетилинида РЦ-H2 Ц Ц тройная связь Ц калий плюс, здесь минус, через ацетилинид калия. Ацетилинид калия, он заставляет сдвигаться реакцию, он часто выпадает еще в осадок, вот, ну и равновесие смещается. То есть против термодинамики, но зато получается ацетилинид. И то же самое с литием. И быстро, 5 минут уникальная скорость. Значит, это очень любимые реакции преподавателями для того, чтобы делать всякие манипуляции с ацетиленами. Реагенты для смещения. Так, зиперреакция. Едем дальше. Нуклеофильное присоединение к алкиным, синтез виниловых эфиров. Если взять H, C, CH. Значит, вы, для чего я вот эти вот показываю картинки? Чтобы подзаголовочки вы как-то, ну, в каком-то объеме себе записывали. Потому что, если вы будете переписывать с доски одни уравнения реакции, у вас будет плохой конспект. Если вы не будете писать комментарии, тоже будет плохой конспект. Поэтому, обязательно старайтесь какие-то комментарии, акценты сделать. Ну и подзаголовочки. Подзаголовочек можно написать коротко. НЗ, К, и значок тройной связи. НЗ, значит, в нашем курсе это, как правило, будет нуклеофильное замещение. А, простите, нуклеофильное присоединение. Это более редкий случай, но все равно, нуклеофильное присоединение к алкином. Синтез виниловых эфиров. Так, если взять бутиловый спирт, можно взять этиловый спирт, калий, OH, твердое, нагревание, ну, давление, конечно, потому что ацетилента все-таки газ, даже при комнатной температуре, это надо при нагревании делать реакцию. то у нас получится H, C, H, C, O, бутил, H. Какого класса это соединение? Подскажет кто-нибудь, нет? Простой эфир, кто-то подсказал, спасибо, простой эфир, только вы имели дело с простыми эфирами, там, когда были насыщенные здесь заместители, а здесь ненасыщенные, а мы это подробно с этим, с подобными соединениями имели дело, когда рассматривали присоединение галоген-водородов, вот, и я говорил, что присоединяется галоген-водородов по правилу Марковникова и очень быстро. Ну, это одна из немногих реакций нуклеофильного присоединения к алкинам. Винил-бутиловый эфир, если его частично заполимеризовать, он превращается в такую массу, тягучую, сам винил-бутиловый эфир, кипит градусов 100, такая, с характерным запахом подвижной жидкости, но чуть-чуть заполимеризованы, получается такое, знаете, как, ну, гель, сейчас вот это у нас используют, там, какие-нибудь в тюбиках, значит, во время войны использовался под названием бальзам Шостаковского как средство для дезинфекции раны, для того, чтобы в рану не попадала внешняя инфекция, то есть он немножко обладал дезинфицирующим действием и, полимеризуясь на ране, он предотвращал доступ там микробов. Три и тетрамеризация алкинов. Если взять здесь какой-нибудь катализатор, например, родиевый катализатор или никелевый катализатор, я специально в таком виде нарисовал три тройные связи вокруг какого-то металла, чтобы показать, что происходит известная вам реакция тримеризации. Так, получается бензол. Если взять РССР, то будет тетраалкилбензол. Я так напишу, РССР-6. А если взять несимметричный, то будет смесь возможных региоизомеров. Давайте я не буду тратить на такой пустяшный вопрос время и писать эту смесь. Толку в этой реакции мало. А если кто-нибудь что-то не улавливает, какая смесь, напишите, какая смесь, сами и проверьте себя. у вас должно получиться в идеале за 3 секунды. Смесь региоизомеров. Если взять 4CH и никелевый катализатор другой, например, никель о ацетилоацетат, ацетилоацетанат никеля, то получается вот что. Циклокт и тетраен. Вот вам примеры 3 и тетрамеризация на никелевых катализаторах. Объяснить, почему ацетилоацетанат получается так, а с другими никелями получается так, это очень трудно. И от вас не требуется, от меня не требуется. И вообще каталитические реакции такие, они там настолько сложные всегда механизмы и настолько мало доказаны, что мы оставляем их за рамками нашего курса. Мы разбираем механизмы доказанные. И наконец синтез алкинов. Значит смотрите. Реакция элиминирования. Ну вот здесь я все-таки напишу реакцию элиминирования как способ синтеза алкинов. если взять например вот сейчас я буду забегать немножко вперед и какие-то реакции если взять третбутил метилкетон через полтора месяца вы четко будете знать что такой кетон элементарно получается из-за цитона и за незнание того как он получается из-за цитона оно может стоить до минус двух баллов. Настолько это простая реакция и настолько она обязательная для вас. Но сегодня нам не важно знать как он получается. Вот поверьте он получается легко. называется пеноколин кстати и подействует на него P-хлор-5 то мы немножко залезаем вперед можно заместить карбонильную группу на два атома хвора. Если потом на это соединение подействовать твердым калию H при нагревании но нагревание должно быть ну градусов 150 не меньше то у вас произойдет отщепление H-хвор на первой стадии получится C-хвор CH2 калий OH твердое нагревание продолжаем нагревание получается трет бутил CH обычно если очень постараться можно задержать реакцию на этой стадии но нас интересуют ацетилены вот и ацетилен здесь довольно легко эта реакция проскакивает до конца получается трет бутил ацетилен трет бутил ацетилен во-первых он иногда многим интересен потому что имеет пространство затрудненное заместитель литровной связи что-нибудь там с ним дальше сделать а во-вторых помните я вам говорил что нельзя ввести трет бутил через к этому углероду через ацетилен или я не говорю этого ну вот хотелось бы чтобы сказали говорили говорили чтоб голубол что нет головой киваете говорил я об этом не один раз уже даже итак нельзя трет бутил ввести прямо можно вот таким способом ввести через реакцию элиминирования ну чтобы закончить реакциями элиминирования для синтеза тройной связи еще один пример вам приведу r c допустим c r h h бром 2 r c h бром c h бром r калий о аж твердый нагревание значит мы там нам 150 170 градусов неважно tt будет обозначать высокая температура ну где-то за 150 за 140 градусов r c c r вот еще значит бром h отщепился бром h образовалась тройная связь но у меня можете спросить а если здесь есть h связи то может пройти отщепление здесь вот бром отсюда а водород где-то здесь прячется ну может пройти побочно может пройти и часто и проходит и там надо смотреть по условиям когда ну как сделать чтобы не было побочного образования там соединений с двойной связью вот в этом положении например так второй способ алкилирования ассинидов металлов тоже сокращенно напишите поскольку мы минут 20 обсуждали это правда на прошлой лекции третье синтез с использованием соединений купром-1 тоже разбирали и даже может быть не надо вам сейчас списывать вот это вот демеризация окислительное сдваяние стефенса кастроса нагасира ну зачем вот этот шрифт этот текст не переписывайте но он был только что использование ацетиленов меди все ацетиленоленовая перегруппировка тоже сокращенно написали а вот реакция фаворского репа мы сейчас рассмотрим кратенько если взять ацетилен твердый калий-УАШ и формальдегид формальдегид вообще-то газ но значит как вы будете реакцию делать можете сделать это под давлением можете сделать водный раствор и в водном растворе делать тоже нормально пройдет у вас получится вот что аж о саж 2 с с саж 2 о аж значит реакция идет через формальдегид и вы знаете что здесь большой дельта плюс на углероде в школе вам рассказывали на кислороде дельта минус соответственно когда у вас образуется ацетиленит реакция идет через с минус присоединение по карбонильной группе это уходит сюда и получается вот такой 1,4 бутин диол ну можно еще обозначить где тройная связь тройная связь у второго углерода бутин бут 2 ин диол дайте я запишу бут бут 2 ин 1,4 диол обратите внимание что строго говоря цифру ставят перед суффиксом обозначающим тройную связь если вы поставите после это не будет грубой ошибкой в общем это если вы будете работать какой-нибудь реферировать или что-нибудь там называть так опять у меня хочет пропасть так реппе что сделал реппе реппе это 1939 год это фашистская Германия он эту реакцию вариант реппе через купрум ц ц купрум через диод стлинит меди в общем то же самое как получается от стлинит меди ну обычно значит купрум йод сейчас я посмотрю у меня тут написано условия да нет да нет не написано 100 атмосфер написано купрум 22 100 атмосфер купрум 22 и действует точно так же получается то же самое соединение второй раз формулу писать не буду значит открыл он эту реакцию все таки в 25 году еще Гитлер не пришел к власти а эта реакция была востребована в Германии потому что из бутин диолы из этого можно было сделать бутадиен сделать синтетический каучук а поскольку Германия значит была в кольце значит стран которые с ней воевали для них это было актуально найти какие-то способы обходиться без ну в частности понятно для чего каучук нужен покрышки автомобильные вот вот так пытались сделать эту реакцию использовать для синтеза так теперь я смотрю что я мог забыть ну вот есть одна одна факультативная вещь не знаю рассказать ее или нет ну не обязательно совершенно не обязательно в общем-то я практически вам все рассказал подводим итоги самое главное в химии ацетиленов сейчас все что было вот наверное нет смысла переписывать то что здесь написано это такая ну шпаргалка что ли для вас для меня для вас я сейчас прочитываю а вы значит у себя в голове ставите галочку хорошо вы себе представляете самое главное в химии ацетиленов циашкислотность стереоселективное гидрирование особенности гидроалюминирования и гидробарирования ну пространство затрудненные реагенты гидроалюминирование не трогает двойную связь меньше реакционно способность тройной связи по сравнению с двойной говорили всю прошлую лекцию реакции медных производных ацетиленоленовая изомеризация зипперреакция значит ацетиленовая закончили у нас есть еще 15 минут и мы начинаем следующую тему пожалуйста запишите тема диены значит из названия понятно что диены это соединение имеющее как минимум две двойные связи и классификация диенов диены бывают сопряженные сопряженные диены это когда две двойные связи разделены одной простой бывают аллены мы немножко говорили про аллены говорили что замещенные аллены там у них даже они могут иметь то есть они имеют то есть хиральности и могут быть существовать в виде оптических изомеров и несопряженные и несопряженные диены когда двойные связи разделены хотя бы одной цх2 группы или больше значит нас эти несопряженные диены нас интересовать не будут у них свойства как у обычных алкенов про лены мы поговорим на следующей лекции чуть-чуть а в основном будем говорить про сопряженные диены говорил ли я вам какая длина связи цц эта же связь у нас какая эта связь у нас сигма связь правильно какая длина вот этой связи кто-нибудь помнит у меня просто нет таблички я вот-вот забыл может что помнит никто не помнит я вам верю вы хотели сказать 1.47 ангстрема правильно правильно а чего вы не киваете кивните уже 1.47 а в это она 1.53 9 ну 1.54 1.54 ангстрема да я говорю что эта связь короче потому что она образована двумя сп орбит сп2 орбиталями это же сп2 углерод это сп2 орбитали они короче диены вот вот в те времена когда значит у нас не было проблем там со стеклом сейчас тоже впрочем нет проблем со стеклом но сейчас бы никто не сделал такую модель а тогда вот сделали это где-то 70-е годы вот вы видите модель так туда мы развернем модель бутадиена это п орбитали образующие пи-связи вот одна связь и вторая и что интересно в этой модели значит смотрите так меня снимают значит ловкость рук хопа так в чем разница так еще раз вращение здесь же свободное свободное вот они вращаются вот эта конформация называется сигма трансоидная не транс потому что транс это транс это двойная связь трансоидная а это называется сигма цисоидная и это важно значит напишите с цис и с трансконформации я вам фактически написал ну вот это сигма трансоидная а вот это будет сигма цисоидная когда есть сопряжение между двойными связями это очень сильно понижает энергию высшие заполненные молекулярные орбитали если вы возьмете низшие свободные молекулярные орбитали простите если вы возьмете этилен то у него вот есть высшие заполненные молекулярные орбитали на ней есть значит два электрона образующие вот эту двойную связь да а есть низшие свободные молекулярные орбитали это у нас будет пи орбиталь а это пи со звездой пи со звездой начиная пустая но в принципе электрон сюда может залезть под действием освещения и энергия электрон обычно так е с палочкой энергия этого перехода сейчас я вам точно скажу сколько она 171 нанометр но это длина волны собственно как перейти перевести длину волны в энергию эта задачка до какого 10 класса до 171 нанометр это значит если мы возьмем этилен и будем на него светить ультрафиолетом то 171 нанометр он будет поглощать но это такой жесткий ультрафиолет который даже стекло не пропускает и этилен бесцветный газ и снять его спектр просто так мы не можем ты ни к чему а если вы возьмете будто диен то вот у него вот этот переход уже наш смотрите был молекулярные орбитали будто диена c4 h8 так c4 h6 простить пи-1 пи-2 171 нанометр отсюда относится и 2 со звездой пи-1 со звездой вот эти заполнены электронами и 1 и пи-2 4 орбитали каждую вот этого гантельчика по одному электрону да а эти пустые если освещать это все ашню то этот переход 217 нанометров то есть смещаемся в область это еще не видимый спектр естественно и тоже это довольно жесткий ультрафиолет но тенденция видна смещается это все в более длинные волны если же вы возьмете полиен смотрите от сопряженный диен вот такой и будете его спектр снимать то у него полоса поглощения будет сейчас вам цифру скажу четыреста сорок семь нанометров вот у него четыреста сорок семь нанометров хотите списывать хотите нет я хочу только узнать кто-нибудь жизни видел когда-нибудь вот этот полиен поднимите руку кто я вам покажу сейчас я приготовил значит вот эта формула это бета-каротин это то соединение которое определяет цвет морковки сорок семь четыреста сорок семь нанометров это как раз синяя часть поглощение остается дополнительный цвет оранжевый значит сейчас я спрошу может быть у нас еще какие-нибудь материалы есть алексей владимирович можем еще чем показать на эту тему вот значит я в перерывы попросил алексей владимир чтоб он принес еще демонстрационных материалов такого типа и поскольку сейчас уже время обеденного перерыва если кто хочет погрызть что-нибудь значит и это не надо это я из кармана достал у меня руки мне а это мытые чистые вот сейчас она построгает и значит если там кстати для чего бета-каротин нужен понятно для того чтобы в организме синтезировался из него ретиналь из ретиналя вот картинку эту показал прошлый раз из ретиналя образуется белок радапсин и происходит когда происходит в ретинале с из транс изомеризация вот было цис вот этой связи под действием кванта света транс изомеризация вот этот белочек отщепляет ретиналь получается импульс который дальше передается на нервные волокна и таким образом осуществляется процесс зрения там вот в этих палочках в которые находятся в глазу вот поэтому значит особенно рекомендую на галерке вы высоко сидите вам видно должно быть лучше вот ну вообще кто там хочет погрызть что-нибудь на любителя значит мне остается две минуты за две минуты пока алексей готовит материалы я хочу хотя бы чтобы вы записали очень важный подзаголовочек который мы будем обсуждать сразу в начале следующей лекции и называется он так 1 2 и 1 4 присоединения к сопряженным диенам мы с этого начнем следующую лекцию на сегодня мы заканчиваем мы заканчиваем Продолжение следует...